Постоянно прилетали, иногда и прилетают до сих пор блокировки на несколько дней или на месяц. Андрей Сафонов говорит о своей странице в Фейсбуке, там публикуется с 2013 года. Пишет, что думает о политике в мире, часто за это Фейсбук его страницу блокирует. Присылает запреты на комментарии и посты. Когда-то интернет считался местом, где можно высказаться всем обо всем, сейчас иначе. Когда выступаешь яро против тех или иных западных аспектов политики, придирались иногда к выражениям и после этого шли блокировки. Я был уверен, рано или поздно на интернет, конечно, узду накинут. По-другому быть не может. Нет двух солнц на небе, нет двух царей на земле. Кто-то должен господствовать. Поэтому то, что случилось с интернетом, это жестко, но закономерно. Чем дальше, тем будет еще меньше свободы в интернете, говорит политолог. Сейчас, конечно, отмечается еще информационное давление на Приднестровье, на Российскую Федерацию, на Белоруссию. Из такой сети, например, как Ютуб, убирают целую серию материалов. В частности, это касается тех материалов, которые свидетельствуют о подготовке террористического акта в Приднестровье. Но опять-таки мы прекрасно понимаем, кто контролирует западные сети. В то же время нам путем диалога условного с Ютубом, цифрового диалога, удалось вернуть это видео снова в Ютуб. В глобальном контексте, чтобы нам чего-то не было позволено в интернете, пока, слава богу, нет. Ну, значит, на то не было политического решения. Мы же прекрасно знаем, что цензура в интернете есть. Порой цензуре подвергаются и сами соцсети. В США, например, хотят запретить ТикТок. Американским чиновникам уже не разрешают пользоваться китайским приложением. В России не работает Фейсбук и Инстаграм. Украина с 2017-го блокирует ВКонтакте и Одноклассники. Безопасность проблемы в интернете, вирусы, мошенники, хакеры, взломы и угоны попался и Ютуб-канал Первого Приднестровского. Сейчас все восстановили. Несколько тысяч человек пришли на резервный канал. Конечно, мы нужны, наше видео искали. Кто-то привык что-то конкретное смотреть, какие-то конкретные передачи. Кому-то уведомления на телефон, может быть, перестали приходить. Человек там привык каждый вечер что-то посмотреть. Но в любом случае, да, мы убедились, что мы нужны. Но мы в этом не сомневались, хотим быть еще нужнее. Ютуб ТВ ПМР есть по привычной ссылке. Заходите. Новости, передачи, документальные фильмы снова в доступе на прежнем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова